В Ненецком округе участились случаи наезда на велосипедистов автотранспортом, а также кражи велосипедов. О том, как защитить себя от подобных ситуаций, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Александр Иванов ежедневно колесит на своем байке из города в поселок Исказилий. Опасных промежутков на данном участке дороги много, признается молодой человек. При том, что проезд по обочине, по словам Александра, попросту невозможен из-за песчаных заносов. Надо как в больших городах отдельную часть велосипедистов сделать. А не так, чтобы мы ехали, например, по дороге или по обочине. По обочине тяжело, а по дороге опасно. Для своей же безопасности велосипедисты используют верхнюю одежду со светоотражающими элементами. А также часто украшают свои байки, катафотами и прочими атрибутами для предупреждения водителя автомобилей. Никита Ордиев достаточно часто передвигается на велосипеде, поэтому много знает о правилах безопасности. Слезать с велосипеда всегда. И смотри по сторонам, когда ездишь на велосипеде. Всегда ездить медленно, если переезжаешь дорогу. Потому что сныться не успеваешь и врезаешься. Во многих странах существует традиция устанавливать памятные знаки в местах трагической гибели велосипедистов под колесами автомобилей. Как правило, это байк, покрашенный в белый цвет, из-за чего их еще называют велосипедами-призраками. Чтобы такие памятные знаки не появлялись, необходимо всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД. С начала текущего года, по состоянию 14 августа 2020 года, на территории Нейского автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в которых 22 человека получили телесные повреждения. С участием велосипедистов зарегистрировано одно ДТП. И одно ДТП зарегистрировано, когда велосипедист, пересекая прежнюю часть, спешился с велосипеда и пересекал, ведя велосипед рядом с собой. В первом случае, вина водителя, так как он неправильно выбрал скорость, в связи с чем совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В втором случае, вина непосредственно велосипедиста, так как при пресечении прежней части велосипедист двигался по пешеходному переходу на велосипеде. В нарушении требований правил дорожного движения. Бдительность не помешает не только на дороге, но и при хранении транспорта. Кражи велосипедов, детских колясок и другого подобного транспорта происходят чаще всего из подъездов жилых домов, школьных и дошкольных учреждений, а также с территории, прилегающей к магазинам и учреждениям на территории округа. В текущем году зарегистрировано 8 фактов хищения, связанных с велосипедами, самокатами, в том числе и запчастями к ним. Злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих свои велосипеды, самокаты, в подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков, блокирующих устройств. Для того, чтобы защитить свои транспортные средства от угона, необходимо воспользоваться средствами защиты. Это скобы, трос, цепи и замки, которые помогут снизить вероятность угона. Пристегивайте велосипед в людном месте. Используйте два замка. Основной V-образной скобой пристегивайте раму, а вторым устройством – раму и колесо. Полностью обезопасить себя от краж велосипедов, самокатов невозможно. Но можно соблюсти простые правила, которые позволят сохранить свое имущество или свести к минимуму совершение в отношении вас преступления. Для парковки велосипеда выбирайте охраняемые безопасные места. Не оставляйте велосипеды в подъездах, жилых домов, в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику похитить имущество. Кражи из подъездов самые распространенные. Если же все-таки у вас угнали двухколесный транспорт, не стоит терять времени. Следует срочно позвонить в полицию. Необходимо указать место, время и другие обстоятельства кражи. Вы должны знать марку, модель, год выпуска велосипеда, тип тормозов, расцветку, номер рамы, ростовку, особые приметы и фотографию велосипеда. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.